Центр телемедицины в Ульяновске создан не так давно, но уже взял на себя львиную долю работы с коронавирусными больными. Сотрудники центра по телефону наблюдают за амбулаторными пациентами с COVID-19. Что сделано за последние два месяца? Во-первых, увеличено в более чем в два раза количество операторов. Причем не только за счет операторов, людей, которые получают зарплату, но это и волонтеры. Это и есть волонтеры с уровня министерства культуры, с уровня министерства образования, есть ребята из движений волонтеров. Впереди расширение штата еще на 30%. В каких условиях работают специалисты Центра телемедицины, посмотрел губернатор Алексей Русских во время его посещения. Целенты поступают именно со 122, у которых имеются симптомы коронавирусной инфекции, ОРВИ или пневмонии. Помимо этого, какая у нас основная работа? Мы сначала их опрашиваем по первичному звену, осматриваем, потому что пациенты могут сначала сказать, что у них одна симптоматика, а на самом деле другая. Если первоначальный Центр телемедицины работал на исходящие звонки, то есть врачи сами обзванивали больных, то сейчас сотрудники Центра принимают в 80% случаев входящие звонки. Только за полтора месяца на номер 122 поступило более 44 тысяч звонков. Собираем полный анамнез, жалобы и решаем. Или это можно выдать дистанционно больничный лист, и потом даже в случае, если 7 дней проходит и все нормально, мы отмечаем, что и закрыть его можно. Или мы вызываем опять же участкового врача, там указываем, что надо взять мазок, обеспеченность лекарствами, препаратами. Или, значит, даже вызываем скорую помощь, особенно внимание беременным. По словам министра здравоохранения, в поликлиниках дополнительно создано 17 дистанционных консультативных центров в помощи взрослому и детскому населению. В качестве примера губернатору показали такой центр на базе поликлиники номер 2 ЦК МСЧ, где недавно открылся обновленный корпус. Помимо своих специалистов, одно место отведено специалисту телемедицинского центра. И стоит номер 622, который тоже переназвляет пациентов для консультации. Так, мы работаем без выходных здесь, с 8 минута до 8 вечера, да? И затем у нас неотложная помощь, но все, отрабатываем, но тоже. Специалисты консультационного центра корректируют лечение больного. В случае необходимости вызывают пациенту неотложную или скорую медицинскую помощь. Записывают на доставку лекарств или госпитализацию. Такие консультационные центры находятся не только в Ульяновске, но и в крупных районных больницах региона. Заодно губернатора провели по обновленному корпусу здания, где расположен дневной стационар на 70 коек, кабинеты участковых врачей-терапевтов и узких специалистов. В ближайшее время здесь будет установлено новое оборудование – мамограф и рентгеновский аппарат, закопленные по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В 2022 году планируется продолжение ремонтных работ в корпусе «Б». Ирина Антонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.